Москва готова работать с Вашингтоном ради разрешения сирийского кризиса в любых форматах. Об этом заявили сегодня в Российском министерстве иностранных дел. На Смоленской площади напомнили, что наша страна считает приоритетом сохранение сирийского государства как такового, а не какого-то правящего режима. Прокомментировали в МИДе и еще одну тему, которую обудоражат мировые СМИ, представленный голландским совбезом отчета о расследовании катастрофы малазийского Боинга под Донецком. В нашем внешнеполитическом ведомстве призвали продолжить работу по выяснению причин, но на этот раз подключить к ней все государства, которые располагают важными для следствия материалами. Например, российские специалисты неоднократно предлагали свою помощь, но ее либо отвергали, либо оставляли без ответа. Что не помешало премьер-министру Нидерландов в одном из телеинтервью призвать Москву к участию в расследовании. В нашем МИДе это расценили как информационный подлог. Этот призыв мы считаем весьма странным. Тем более, что с самого начала, с первых моментов мы были готовы подключиться к этой работе. Однако нас под различными предлогами не допускали к участию в расследовании. Не менее странно, что сразу после опубликования доклада Нидерландского совета по расследованию вопросов безопасности, с готовыми выводами потребовалось сотрудничество Российской Федерации. Где же все были раньше? Продолжение следует...